Здравствуйте, меня зовут Павел Майборода, я посвящу 15 минут рассказу об антиутопии. Начнем с термина, собственно, это очень узнаваемая картинка, да, большой брат наблюдает за тобой, один из главных символов антиутопии, 1984. На самом деле нужно начать с другого термина, нужно начать с термина утопия. Утопия, термин, который был впервые введен Томасом Мором в 16 веке, собственно, его книга так и называлась «Утопия», означал «место, которого нет». В греческом приставка «у» означает «нет», да, отрицание чего-то. Топус — это место, да, то есть место, которого не существует. Под утопией Томас Мор подразумевал общество, которого еще нет, но которого человечество очень желает достичь, в котором решены те социальные проблемы, которые стояли на момент написания этой утопии. Позже жанр утопий получил особенное распространение в 18-19 веке, хотя при желании его предысторию можно увидеть еще в Древней Греции. В Древней Греции, несмотря на то, что термина «утопия» еще не существовало, был такой комедиограф Аристофан, собственно, он и изображен тут. Аристофан критиковал ряд греческих утопических проектов, высмеивая их. Самое главное его высмеивание известно, например, как законодательницы или птицы. Вот в законодательницах, например, речь идет, не забываем, мы находимся в Древней Греции, в классических Афинах, да, 4 век до нашей эры. В законодательницах речь идет о женщинах, которые захватывают власть в Афинах, они там надевают мужские итоги и таким образом объявляют себя народным собранием, да, а затем решают установить социальную справедливость. Например, поровну делят землю. Для древнего грека это абсурднее предположение, чем поделить землю на всех поровну, хотя такие утопические проекты действительно существовали в Древней Греции. Наверное, ничего не было. А в конце они решают довести все до логического завершения, решают поделить поровну всех мужчин. Ну а раз не все мужчины одинаково привлекательны, и уж тем более не все женщины одинаково привлекательны, то решают, что каждый мужчина будет пользоваться по очереди. И последнее, да, над Ристофаном тоже, когда он поставил эту комедию, многие, я думаю, плакали от радости. Так вот, и в конце там последняя сцена, это когда три женщины, три такие старые мегеры делят одного очень смазливого юношу, да, это чтобы уже подчеркнуть окончательно абсурдность этой утопии. То есть еще греки явно понимали, что кроме утопии есть какая-то ее противоположность. Хотя сам термин антиутопия, а точнее антиутопист, был введен аж в 19 веке Джорном Стюартом Миллем. А само распространение антиутопий, сама их популярность, приходится уже на 20 век. А точнее, на его вторую половину после Второй мировой войны. Почему? Собственно, 19 век — это век веры в прогресс. Век веры в то, что человечество, если всего еще не открыло, то очень скоро откроет. И вот 20 век часто называют, особенно его первую половину, я подчеркну, называют часто ударом по гуманизму. Тут уже упоминались танки, например, а был еще отравляющий газ, атомная бомба и так далее. Все эти вещи очень сильно ударили по гуманизму, поверив в то, что человечество развивается от хорошего к еще лучшему. Именно поэтому и появляются антиутопии. Определить их довольно сложно, нет единого определения, что такое антиутопия. Собственно, обычно антиутопию определяют как общество, где хорошие черты утопии доведены до своего абсурда, до своей крайности и, соответственно, превратились в свою противоположность, в ужасные черты. И попробуем проследить основные черты антиутопии. Собственно, это и несколько еще иллюстраций, взятые из антиутопии, которая, как мне кажется, незаслуженно забыта. «Железная пята» Джека Лондона. Джек Лондон больше известен своими северными рассказами. «Белый клык», точнее, извините, «Белая безмолвие», «Белый клык» так тоже, «Зов предков» и так далее. Однако он написал еще остро-социальную вещь, «Железная пята», которую не завершил, где показано социальное расслоение в Америке начала 20 века. Начинается очень сильная классовая дифференциация. Богатые и бедные начинают борьбу не на жизнь, а на смерть. И вот этот класс богатых, условно, буржуазии, забирает очень жестко власть в свои руки и получает такое метафорическое название «железные пяты», подчинив себе все другие классы. Вот, собственно, тут он вот так вот сатирически изображен. Затем, это жесткое разделение общества вообще на классы или даже, можно сказать, на касты. Это иллюстрация, которая показывает другую, не менее, гораздо более известную антиутопию о дивный новый мир, Brave New World, Олдаса Хаксли, где, да, были альфа, беты, гаммы, дельты и эпсилоны, так? И, родившись в одном классе, точнее, там используется лингвистическое программирование и так далее, да? Родившись в одном классе, человек никогда не перейдет в другой, да? Альфы никогда не станут даже бетами. А эпсилонам не стоит даже мечтать о судьбе дельты, не то что о судьбе альфы или беты. И полноценной нормальной жизнью, да, жизнью привилегированных классов живут только альфы. Идем дальше. Следующее – это натравливание различных классов друг на друга, да? Тут как раз написано «война – это мир», «свобода – это рабство» и «незнание – сила» в русском переводе. Фрагмент взят из фильма «1984». Так, то есть бесконечная война между различными государствами для того, чтобы отвлекать народ, и для того, или война между классами, чтобы опять-таки отвлекать внимание от различных гораздо более важных тем. Идем дальше. Собственно, буржуазия вот эта, которая у власти, не стесняясь, использует аппарат насилия. Опять-таки иллюстрации из Джека Лондона. Там очень, кстати, не характерная антиутопия. Сюжет там примерно такой. Спустя 400 лет, после начала эры братства людей или коммунизма, находят манускрипт, написанный в 20 веке и сохраненный в дупле старого векового дуба. И вот в манускрипте один революционер из 20 века описывает свою борьбу против железной пяты. И вот этого вот класса, который захватил власть. И там описываются, собственно, начало этой борьбы, два неудачных восстания. Первое и второе рабочие восстания, которые оба... Джек Лондон не всегда был социальным оптимистом. Его скорее можно назвать социальным пессимистом. Которые оба закончились полным поражением от этого рабочего класса. И закончились они поражением, потому что правящий класс использовал на полную катушку аппарат насилия, которому дал привилегии. Ему не было смысла защищать рабочих. Эти привилегии привели к тому, что армия стояла до конца на стороне вот этой вот захватившей власть железной пяты. Ну и, соответственно, подавила рабочие восстания. Несмотря на то, что народа было больше, у аппарата насилия было оружие. Это оружие они как раз проявили. Тут как раз тысячи павших во время второго рабочего восстания. Пойдем дальше. Новояз, так называемый. Тут фрагмент рукописи романа 1984, где как раз говорится о новоязи. Не знаю, насколько видно. Ну вот, смотрите. Take good for instance. Возьмите хорошо для примера. И дальше автор предполагает, зачем говорить лучше. Можно сказать, да, плюсовый на что-то. А если уж нужно сказать, что самый лучший, то в крайнем случае можно сказать плюс-плюсовый. А лучше вообще не использовать такие слова. Слово исключено из языка, значит, исключено и из сознания. Это очень характерно для антиутопий. Хотя бы тем, что из книги Замятина «Мы», которая послужила прообразом для многих антиутопий, в частности и для 1984 и для Олда Сахаксли и дивного нового мира. Так вот, в романе Замятина используется такое слово «стопудово», которое стало потом вполне словом в нашей лексике. Пойдем дальше. Создание единого государства или нескольких мета-государств, которые отгородились от всего мира. Так, в 1984 они ведут борьбу друг с другом. У Замятина в романе «Мир» это единое государство. Впрочем, и Олда Сахаксли – это единое государство, которое подавило любое сопротивление и которое само себя воспроизводит. Далее. Тотальная слежка. Причем, когда писались классические антиутопии, 1940-е, 1950-е годы, да даже чуть позже, методы слежки, которые были тогда и которые есть сейчас, абсолютно несопоставимы. Насколько наши действия может проследить Фейсбук сейчас и насколько мало относительно могли проследить телеэкраны, например, как у Джорджа Оруэлла тогда. И тем не менее уже тогда возникали опасения вот этой вот тотальной слежки. Пойдем дальше. Еще одна антиутопическая идея, что у человека можно забрать эмоции, например, вырезав некий центр, который за них отвечает. Есть некая локализация всех эмоциональных реакций человека и если вырезать ту часть, которая отвечает за эмоции, то мы получим идеальных, рациональных, безэмоциональных людей. Такая же идея потом развивается, правда, без всяких вырезаний. В известном 1990-е фильме «Эквилибриум» там тоже людей с помощью специальных инъекций пытаются сделать безэмоциональным. Далее, новая модель семьи и вообще новая модель отношений между людьми, если глобальнее. Во-первых, в антиутопиях достаточно часто сексуальные отношения запрещены, как в 1984, там даже создаются целые антисексуальные лиги. В рамяне «Мы» Замятина в принципе то же самое, только чуть-чуть по-другому. Там люди получают прям как у Аристофана, талончики друг на друга. Если человек получил талончик на другого человека, то уж другой человек не вправе отказать. Тогда даже их стеклянные окна зашториваются специально на часок, чтобы побыть наедине. А у Доса Хаксли дана противоположная идея. Там поощряется и одобряется, чтобы все занимались сексом со всеми. И если кто-то хочет моногамных отношений, то общество будет давить на этого человека, возмущаясь. А как это так? Он вообще не такой, как мы. Собственно, дикарь в конце романа Оудаса Хаксли именно поэтому и сводит счеты с жизнью. Он не может жить в таком обществе, где навязываются ценности ему чуждые. Ну вот, собственно, еще одна иллюстрация этого всего. Затем новое воспитание детей. Воспитание детей не семьей, а государством. В специальных интернатах, например, как у Макаренко когда-то в Советском Союзе. То есть, в любом случае, отрыв ребенка от семьи. Его нужно воспитать в государственном учреждении, чтобы привить ему те ценности, которые навязывает антиутопическое государство. Ну и, наконец, одна из последних тем – это борьба с природой. Подавление природы или отгораживание от нее. В романе «Мы» замятельно государство отгородилось от природы специальной стеной. И главный герой долгое время не подозревает, что за стеной вообще что-то происходит. А там бурлит природа. Или подавление природы, как вот на этих различных картинках. Вот как тут, например, такие каменные джунгли, которые построены и которые полностью отрицают природу. Ну, 1984, в принципе, жизнь описывается именно так. Ну и в связи с подавлением природы еще одна идея такая антиутопическая – переход на синтетическую еду. Ну, синтетическую – это я мягко сказал. Сначала Замятин, а с его легкой руки потом и Олдес Хаксли перевели человечество, в своих романах, разумеется, на еду, сделанную из нефти. У Замятина не выжило 99,9% человечества. Зато те, которые выжили, прекрасно питаются вот этой вот нефтяной едой. То есть для них невозможно представить обычную несинтетическую пищу. В завершении скажу, что период популярности антиутопий пришелся вот от 50-х и где-то до 90-х, начало 2000-х. Хотя, в принципе, можно привести и недавние примеры очень популярных антиутопий. Тут можно вспомнить и про голодные игры, и про дивергента, и еще чуть раньше про матрицу. Это тоже были так или иначе антиутопии. Несмотря на все это, мне кажется, становится ясно, что та реальность, которая изображена в антиутопиях, несколько сгущала краски. Многие проблемы, которые в них описываются, были обойдены человечеством. И несмотря на то, что антиутопии продолжают предупреждать нас, где мы упремся в тупик, мне кажется, они выступают скорее предупреждением, чем грозной реальностью, которая ждет нас в будущем. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ